Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня пятница, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из послания святого апостола Павла к римлянам, глава 9, стихи с 6 по 19. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все те дети Авраама, которые от семени его, но сказано, «В Исааке налечется тебе семя». То есть не плотские дети – суть дети Божьей, но дети обетования признаются за семя. А слово «обетование» таково – «в это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это. Но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака – отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изваление Божье в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей – «больший будет в порабощении у меньшего». Как и написано, «Иакова я возлюбил, а Исаава возненавидел». Что же, скажем, неужели не правда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, «Кого миловать помилую, кого жалеть пожалею». И так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, «До того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. И так кого хочет – милует, а кого хочет – ожесточает». Ты скажешь мне, за что еще обвиняет, ибо кто противопостанет воле Его? Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами обращаем свой взор на послание к римлянам святого апостола Павла. И сегодня перед нами 9 глава стихи 6 по 19. Здесь апостол Павел говорит о такой важной составляющей в истории домостроительстве нашего спасения, как передача обетования. Это очень важный аспект. Здесь поднимает апостол Павел и акцентирует свое внимание как раз-таки на истории праотцев ветхозаветных, потому что на их примере показано, что неформальная законность действует в передаче даров благодати, а именно воля Божия и воля обетования, того, что Бог сказал, что так будет. Давайте вспомним, у Авраама ведь был первый ребенок не Исаак. Авраама первый ребенок был Измаил. И по всем человеческим законам тогдашнего времени, по всем канонам тогдашнего времени, которые определяло существование людей, социальный контур, именно Измаил должен был быть наследником всего того, что имел Авраам, как материальных благ, так и духовных. Так и должно было произойти. Но воля Божия была иная. Не все те израильтяне, которые от Израиля, говорит апостол Павел, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, вы, Исаакий, наречется тебе семя. Господь указует именно на Исаака. Воля Божественная важна здесь, а не измышление человеческое. Господь говорит о том, что Исаак есть ребенок обетования, а не Измаил. Хотя Исаак и второй, и по всем законам человеческим, не имел права быть наследником, но воля Божия была именно в Исааке, а не в Измаиле. Не плотские дети, судь дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. Здесь апостол Павел выступает как раз-таки против радикальных иудеев, которые говорят о том, что, чтобы быть наследниками обетований Божьих, вы должны стать евреями. Для этого вы должны пройти долгий путь ассимилирования, быть празелитами, потом принять закон во всей его полноте, быть его исполнителями закона, то есть все эти обрезания, пища разрешенная, неразрешенная, то есть которая оскверняет, которая не оскверняет, кашрут. Соответственно, что еще у них было из таких обрядовых вещей? Праздники иудейские, ненавистки язычникам и так далее. То есть вот эти вот надо все это соблюдать, и тогда вы по плоти будете наследниками обетования. Но апостол Павел убедительно доказывает, на примере закона, то есть Пятикнижия Моисеева, или если для иудеев, то Торы, на примере Торы он показывает, что нет, на самом деле все ваши, вот ваша логика, что, так сказать, вы должны быть исполнителями закона именно по плоти и происходить от Бога избранного народа, разбивается о само Священное Писание, ибо не плотские дети суть дети Божия, но дети обетования признаются за семя. Апостол Павел часто акцентирует свое внимание вот на этой теме обетования, потому что через него мы с вами, дорогие братья и сестры, становимся наследниками этого обетования. Бог сказал Авраама, что в его семени нарекутся все племена земные, и все племена земные наследуют землю обетованную. Но это как раз-таки пророчество о спасении и обетование о спасении. И это семя есть Христос. И мы с вами не являемся по плоти наследниками израильского народа. Мы с вами разных национальностей, и среди нас есть и евреи, естественно, но многие из нас, большинство из нас, подавляющее большинство разных национальностей, которые по плоти не принадлежат к богоизбранному народу. Но апостол Павел говорит, что этого и не нужно, потому что дети Божии, они дети по обетованию, а не по плоти. И не одно так. Так было и с Ревеку, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. То есть вот этот закон того, что не по плоти, а по произволению Божию, Бог так устрояет и показывает будущность того, что мы должны будем войти в Царствие Небесное, в присутствие Божие, в Церковь Христову, не по праву рождения, а по праву обетования. Дети Божие – дети обетования. В семени Авраама все племназемные наследуют землю, а семя Авраама – Христос. Поэтому вера во Христа открывает нам присутствие Божие, открывает нам возможность быть наследниками этих обетований. Говорит апостол Павел в 15 стихе. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. И так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силы мои, чтобы проповедано было имя мое по всей земле. И так кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Далее апостол Павел, на самом деле, в дальнейшем будет понятно, почему он приводит такой пример, потому что дальше он будет говорить о том, почему большинство его собратьев евреев, иудеев не принимает Христа. Господь их ожесточает, чтобы была открыта дверь людям-язычникам, чтобы они могли теперь стать поистине теми детьми обетования, о которых говорит апостол Павел. «И мы с вами, дети обетования, по вере во Христа Иисуса, именно им мы спасаемся, искупление происходит через Него, поэтому и Церковь им создана. Поэтому мы должны быть верными чадами Церкви Христовой, следовать в том русле, который очерчивает для нас предание церковное и священное Писание. Поэтому будем молиться для уразумения Писания, для освящения и для прощения наших грехов. Будем пребывать в покаянии, будем молиться, помни, о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с его стороны обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як от взяться великолепие Твое превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok